всем привет это продолжительное видео готовки салата вот мы режем такой вот такими соломками перчик потом на кубики будем резать его нужно меленько резать все овощи которые мы режем очень мелко они должны быть нарезаны вот чтобы салат не потерял всю свою красоту и весь свой вкус вот он перчик также дорезаем я уже до повторилась сказала то что видео загружается с асуса вот и одновременно он заряжается оказывается там не памяти не хватило а он просто севши сел телефону конечно сколько дней вы не заряжала конечно будет севши бедняжечка музыку как вы видите я выключила потому что я снимаю на свой huawei название так же я помню в том сюжете рассказал о том что я скучаю по ростову да я соскучилась по ростову по большим городам вот я живу сейчас в маленьком городке карачев так что большой город вырваться съесть и поехать куда-нибудь подумать поразмышлять там о своем о том о сём что дальше как дальше жить возможности у меня пока что не будет потом ближе к зиме будет такая возможность просто погулять не выпить там погулять а просто наушники уши засунуть и не ходить по улицам у людей разглядывать там подсказывать снимать видосики какие-нибудь интересные допустим даже тот же самый видео для этого года а почему бы не вот за всем вот этим я скучаю понимаете не то что там просто от этой всей фигни не хватает мне пока что все что не делается все делается к лучшему в данный момент я тоже опыта набираюсь к готовке да надеюсь я скоро выйду замуж вот готовить буду и в работе опыта тоже набираюсь в работе полностью я вот не знаю будет плохой качестве лучшее качество не знаю вероника ушла гулять как вы уже знаете да вот она говорит ксюша тебе помочь огурни не надо я хочу побыть одна одна хочу побыть дома прийти свой свое нормальное состояние вот у нас все нарезано осталось морковку натереть буду тереть морковку еще после перчика вот видите меленькая его нарезалась покажу вот меленько-меленько нарезал вот ломтики зелененькие вот это все я нарезала меленько-меленько-меленько надо она еще когда будет вариться в своем соке еще вкуснее будет и красивая жижа будет вообще бомбовская зеленый оранжевый перец у меня красный перец так что такие пироги такие новости на сегодняшний день у нас кстати брянске очень похолодало не знаю как там ростове холодно или тепло но у нас похолодало причем конка короче очень сильно похолодало вот слово я все равно это не выговариваю и это надо уже в зиме готовится грубо говоря теперь зелененькую нарезала зелененький перчик видите как контраст оранжевый зеленым медленно показываю контраст зеленый оранжевый зеленый перец как же он офигенно смотрится это все будет салатки мне уже слюни текут высыпаем это все в желтую тарелочку которую я заранее подготовила вот нос чешется тесно что еще дома надо порядок провести вот какой-нибудь на вас чешется то родители нас меня прибьют и вирусы припьют еще и сказала ничего не надо мне помогать отпустила хотя она говорила давайте помогу ну не кайф вот поняли дачу мне кайф которые меня смотрят о углу вы поняли что мне кайф что мне находили же мы 20 августа в киношку с ниткой смотрели фильм про то как Про агентов, короче Про похищенного ребенка Или какую-то фигню, короче Я не помню, как фильм называется Ну, такой бомбатский Советую всем посмотреть Потому что он такой крутой Этот фильм Он крутой То, что там этот фильм могут и дети Посмотреть, и взрослые посмотреть И там уже так же Несколько жанров охватили То есть мелодраму Комедию И боевик Вот три этих фактора Обхватили, там, то есть люди и дерутся И смеются И такие трогательные моменты были И детям можно, наверное От 10 лет смотреть И выше Детям можно Но мне очень понравился этот фильм Я думала, мы покупаем билеты На фло какой-то Сначала он не понравился Потом думаю, ну, вдруг понравится А вот красный перчик режем И ничего, такой фильмик Был Не знаю, он до какого числа идет Может, уже не идет Уже сколько? Почти 9 дней прошло С момента Того, как мы ходили Ну, в принципе, возможно, идут в кинотеатр Такие фигни Ну, еще фильмы эти Вот, еще когда в кинотеатр сходят Ну, сейчас фен куплю Покажу вам потом фен свой черный Почему я черный взяла? Мне так хотелось оранжевого взять Я даже сама не могу понять Ну, черный так черный Черный тоже хороший Может быть, я его увижу и влюблюсь В этот черный Интересно, он будет матовый Или глянцевый Наверное, глянцевый Блестящий такой Красивый Не, ну, в принципе, не сумму какого Каким Главное, чтобы он новенький Красивенький Потому что мастера Стрижек, да Вот Окрашивание и так далее Судят по его инструментам Как он относится к инструментам Мне, кстати, машинку надо почистить от волос Маслом залить Это завтра буду делать Уже на работе Завтра мне на работу Вот Блин, это так круто вообще Еще мне надо Еще маленькую машинку Для окантовочную купить Для окантовки Стрижки У меня только половину инструментов есть Кстати Я тут Кинула одного человека На тысячу рублей Маша, да? В Ростове у нас девочка работала Ну, не девочка, а женщина Мария Вот Я это Ей не заплатила деньги И кинула ее Вот Так, конечно, поступать нельзя Но Я ее В каком-то смысле кинула В каком-то нет Бабой Это я сейчас про тебя говорю Подожди еще чуть-чуть, пожалуйста Я видела то, что Рита мне писала На 20 августа На мой день рождения С землорождением тебя Это самое Верни Маше 900 рублей Я помню про эту тысячу Сегодня как бы 29 августа Я помню про эту тысячу Еще когда уезжала Сейчас, Маша, дай я чуть-чуть раскручусь И я тебе отдам Пожалуйста Ты мне не можешь дозвониться Потому что Ну У меня новый номер телефона И так далее Я тебе По номеру Сбербанка Я тебе перекину По номеру Или на Тинькофф Банк Кину Без процентов Через рефайзинг еще могу Или через Сбербанк Я тебе положу деньги 900 рублей Кину тебе Я не забыла Пожалуйста Если ты увидишь это В дальнейшем видео То Пожалуйста Прими к сведениям Это сейчас Чуть-чуть Дай мне еще Хотя бы месяцок Я Туда-сюда Приду В себя в норму И уже тогда Дам тебе Касать Я не забыла Я помню Так что Ты не переживай По этому поводу Пожалуйста А вот Давайте поговорим О том Как часто вы Кидаете людей На деньги Вот я Могу кинуть Запросто Мне это Ничего не стоит Я в Ростове Столько раз Таксистов кидала Не будем Не будем об этом И не только Таксистов И в клубе Кидала На бабки И Помню Кальян Заказывали Там еще Какие-то Спитные Напитки Заказывали В клубе С девками День рождения Отмечаем Вот Танцуем Танцуем И Потихоньку По одному По два Вышли из клуба И все И все Отлично И все Супер Меня еще Ни разу Еще никто Не кидал Я всех Постоянно Кидаю Можешь Хвастаться Нехорошо Или Я как бы Не хвастаюсь Просто рассказываю То что я Ну Я такой человек То что Я человек настроения Я могу кинуть Могу не кинуть Не Ну Как бы Маш Я тебя Не хочу кидать Вот Ты мне ничего Плохого Не сделала Так что Я тебе Скоро Скину Денежку Ты не переживай Если Ты видишь Это видео Еще раз Повторюсь Не переживай Скоро скину Сейчас Зарплата Будет Получу И я тебе Девчонки Скину Эту карту По номеру Телефона Вот Это самое Что еще Хотела вам Рассказать Какие-то Новости Такие А Нам говорят Что Вот В Брянске Какие новости По поводу Вот этой Вот Злой болезни Говорят Что 20 Сентября Опять Брянск Брянская область Войдет Вторая волна Будет Уже Приказ Говорят Об этом Есть Не знаю Правда Это Или Не правда Вот Сегодня Это В Брянске Так Говорят Так Слухи Идут А Это самое А в ростовских Новостях Новостях Сегодня Читала О том Что Еще Как бы Первая Не закончилась Она Продлится До Октября Вот Кому Верить Как Верить Людям Типа Много Людей Поезжали В отпуск И так Далее Сейчас Все Открыто Туда Сюда Не знаю Как Что Будет Дальнейшем Даже Представить Себе Не могу Перец Еще Три Перца Мне осталось Нарезать Руки Уже Мокрые Вот Еще Одна Порция Перца Зеленого Идет Уже Почти Полная Тарелка Перца Видите Такое Разнообразие Красный Оранжевый Зелененький Перчик Красота Такая Кайф Вся Кесия Месия Такая Вкусная А еще В этот Перец Можно Так Я Делаю Иногда Нарезаю Красный Перец Желтый Еще Покупаю Когда В Ростове Раньше Жила Так Делала Потом Зелень Режем Помидорчик Добавляю И Приправки Всякие Там Разные И Вбиваю Туда Яйца Только Яйца Сначала Размешиваю И без Молока Получается Воздушный Омлет Такой Вкусный Во рту Тает Колбаски Можно Добавить Это Конечно Уже Как Человеку Угодно Правильно Правильно Так что Такие Дела Сейчас Я Быстро Дорежу Перец Еще Морковку Надо Тебе Жесть Просто Жесть Лучше бы Мне Вероника Помогла Надо Было Не Этоваться Фигней Не Заниматься А просить Чтобы Вероника Мне Помогла Она Мне Шатак Помощь Предлагала Я Отказалась С ней Было Быстро Все Порезали Мама Еще Сказала Что Мелко Все Это Надо Резать Жесть Просто Ну Вот Значит Буду Я Сама На Своем Опыте Знать Что Нужно Слушать Когда Другие Люди Говорят Давай Помогу А Не Я Сама Вот Это Мое Я Сама Все Время Мой Язык Мой Враг Знаете Как Говорят Вот Это Про Меня Сначала Ляпну Не Подумав А Потом Начинаю Локоть Кусать Которые Невозможно Достать Вот Такие Вот Дела Ника Там Сейчас Гуляет Наверное Хорошо Классные Повезу Безпорядок Говорю Сейчас Я Покажу Как У меня Дом Безпорядок Пойдем Покажу Это Чуть Все Подождет Короче Смотрите Вот Тут Все Беспорядочно Как Вот Виноград Есть Вкусный Между Прочем Виноградик Такой Его Можно Съесть Приятного Пятного Это Медик Мед 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 У Мужик Домашка Какая Плывает Вот Это Все Надо Мыть Мне Мыть Представляете Мыть Надо Такая Вот Такой Вот Беспорядок Я Ничего Не Сделала Тут Смотрите В комнате Какой Беспорядок Раскардаш Полностью Раскардаш Вообще В других Комнатах Я Вообще Молчу Потому Что Это Жесть Просто Не Лицо После Маски Вообще Офигенское Мне Кажется Она Ее Как-то Так Делает Непонятно Делает Делает Ну Ладно Давай Ты Пусти Я Думаю Может быть Пойти Убраться А потом Спокойно И Закончить Видос Тогда Надо Я Как-то Неправильно Подумала Надо Было Сначала Убраться А потом Садиться Готовить Кушать Они По-дурацки Я Как-то Все Придумала Сегодня Короткий День Короткий День У них Сегодня До Шести Они Так До Семьи Главное Успеть Все Нарезать Вот Я О чем Я Еще Не умею Готовить Я Нарезаю Так Как Надо Им Понимаете Меленько Меленько Все Научусь Готовить Сейчас Научусь Готовить И Можно Замуж Уходить Хотя Я Замуж Не Очень Хочу Да Не то Чтобы Вот Мне там Знакомая Говорит Ксюша Ты хочешь Замуж Да В глубине Души Возможно Я Хочу Замуж Но Я Понимаю То Что Нет Все И Детей Точно Так Жить Мне Кажется Что Нет Ну Не нужны Они Мне Сейчас Я За Этим Не гонюсь Тут Родители Приехали Скорее Все Сейчас Короче Соломку Зарежу Перец Этот Пойду Быстро Уберусь Соломка У меня Плохо Получается Я Большими Пусками Стала Резать Меня Это Злит Очень Сильно Ну Ладно Вот Такой Вот Перец У нас Симпатяга Да Вон Скорее Сво Там Машина Рычит Какая Скорее Всего Да Водители Примихают Конфиг Вот Симпатяга 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 И была у них курица рябан. Та-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. Па-ра. Пам-пам. Бам-пам-пам. Что-то вам еще хотела интересно рассказать. Ставьте лайк. Не забывайте ставить мне лайк. Даже если вам не смешно, просто ставьте лайк. Я буду вам за это очень сильно благодарна. В инстаграме была такая фишка Дава-Дава. Новый певец наш, как и Ольга Бузова. Дава. Сделала что? Не сделала, а сделала. Подпишитесь на мой инстаграм. Добавьте своих друзей. Отметьте фотку. Последнюю публикацию. Я вам, кто это сделает, и по 10 тысяч ждам. Ой! Ой! Что-то где-то воняет, чувствую я. Я взяла и проверила. Сделала все так же. Ну, он, вы думаете, деньги не дал? Нифигашеньки. Об этом от сестра узнаю то, что Дава кидает всех. В общем, может быть, он наружу и симпатичный, но он кидалова еще тот. Хуже меня. Так что, я взяла и отписалась на него, обиделась. Пошел он в баню. Или в другое место. Например, в пятую точку. Вообще, в нагле. Наверное, армяне все такие наглые. Там фиг его знают. Ну, с одной стороны, это очень даже круто, когда человек наглый. Если наглый, то своего не упустит. Молодец. Не, ну, все равно как-то чуть-чуть обидненько. Правда же? То, что он так сделал. Люди ж, многие поверили. Вот, допустим, я наивный человек. Я могу во все, что хочешь поверить. Есть такие люди, которые типа, да по кайфу. Я еще чуток приболела. Так что, как бы, вот так вот. Ну, что поделать. Приболела и приболела. Ну, не то, что приболела. Насморк и кашель. Но это не коронавирус, это точно. Не знаю. Что будет, что не будет в этой жизни у меня. Ну, я сейчас в данный момент, я сейчас делаю то, что мне по кайфу. Не знаю, как вам, как вы это все делаете. Вообще, рассказывайте, пишите свои проблемы жизненные. Вот, я, вот, я. Сами со всем делюсь. Что у меня на душе? Как я себя чувствую? Туда, сюда. Телефон упал. Я аж испугалась. Не знаю, видно было это на съемке или нет. Он бедный испугался. Ой, точнее, я бедный испугался. За телефон, наверное, или за себя. Пофигу. А-на-на-на-на-на. Смотрела многие, да, видосы на ютубе. Про Мэри Краймбарри. Ну, про мою певицу любимую. И это я решила тоже сейчас. Заработаю кучу денег. По своей профессии. И тоже пойду записывать песни. А вдруг что получится? Ну, у меня сестра пишет прекрасные стихи. Хотите, прочитаю. Что слезы, Леша, девчонка? В чем дело? Расскажи. А кто это, мальчишка? А ты им дулю покажи. Ой, даже не помню. Это просто четыре строчки этого стиха. Там есть продолжение. Хочешь дулю покажи? Нет, никто меня не обижал. Почему ты плачешь? Нет, никто меня не обижал. А что ты плачешь? Я потеряла маму. Куда она ушла? Другое измерение. Там ее душа. Вот что-то вот такое я вот. Это помню. Это нам было по... Мне было 16... Ей 15 лет было моей сестре, когда она этот стих написала. И он где-то на компьютере полностью есть. Вот. А папа где твой? Он покинул нас раньше. Ну, что-то такое. А вот помню этот стих. Так, по памяти. Вот сейчас я вам прочитала. Вот несколько строчек. Если посидеть, подумать и вспомнить точно, как это, что. Компьютер уже не рабочий. Он сгорел. И ничего не восстановить. Я вот помню так. Ну, по памяти. Так. Если посидеть, подумать вот именно про стихи, то можно что-нибудь как-нибудь надумать. У меня сестра вот такая поэтесса. Все ее стихи я забирала для себя. Вообще, прет меня только тогда, когда у меня очень зараненная душа. Ну, то есть, когда плакать хочется. Я не знаю. Я. У меня такие стихи получаются. У нее по кайфу. По кайфу стихи у нее получаются. Не то, что у меня. У меня такие более романтичные. Туда-сюда. Перец. Закончила я резьбу перцем. Наконец-таки. Вот он. Перец. Резьба перца закончилась. Полкилограмма перца сделали. И приступаем к терке морковки. Жена, смотрите. Перец нарезан. Разноцветный. Ох. Помидоры 2,5 килограмма вместились в эту штуку. Я думала, они вместятся. Лук репчатый. Полкилограмма поместился. И осталась одна морковка. Килограмм морковки на терке надо сделать. Вот этой морковки нужно сделать. Килограмм потереть морковки. Такие вот дела. Тереть морковку буду я вот в эту кастрюлю. Ну, на, конечно, на этой дощечке. В эту кастрюлю буду высыпать морковку, как и предыдущие чашки уже закончились. На вот такой суперской терке. Она даже блестит, видите? Так. Морковка это наша, свояшняя морковка. Ну, сами весной садили, сами все делали. Вот, чтобы красивенько было, чтобы вам было видно, как я тру морковку. Надо встать. Конечно же, надо встать. И вот так вот сделать, чтобы вам было видно, как я тру морковку. Вот так, с такими движениями трём морковку. Вверх-вниз, вверх-вниз. Желательно побыстрому надо это делать. Мне ещё убраться нужно. Блин, не получается нормально тереть. Надо на центр поставить костюм. О, получается теперь, вроде бы. Пусть кастрюля грохнется. Вот эта часть, вот она. Она так напрягается, когда трёшь морковку. Неудобно мне там. Съезжает, потому что с кастрюли эта фигня съезжает. Доска с кастрюли съезжает. О, так лучше видно. Правда, меня нифига не видно. О, опять кувырок. Телефон получился. Как бы сделала так хорошо-то. О, вроде лучше, да? Детский царь ромашка. Карандаши на лямках. Нет, надо встать. Телефон получился. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пишите в комментариях, как ваши дела, чем занимаетесь, чего бы вы хотели нового увидеть. Я раньше так говорила, вот это, вот это хочу снять, а сейчас что-то, да Кольгу хоть с вами хоть чуть-чуть поговорить бы, это, так сказать. Кстати, я вам показывала, да, рассказала, то, что я вам блондинку покрасилась, типа... Ладно, дальше занимаемся делами. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ку-ку-xi. Ку-ку. Все вы тут занимаетесь. Тут. От куку доедаю. скоро пойдем убираться мыть посуду короче уже около пяти приятного аппетита